привет дорогие друзья на связи доктор черкасов сегодня хочу поговорить о самом важном время пищи о завтраке именно он задает долг всему нашему дню многие знают что завтрак важен но далеко не все задумываются о том что и как мы едим по утрам может сильно повлиять на наше здоровье и самочувствие и сегодня хочу рассказать вам о том почему лучше избегать потребление жиров на завтрак вопреки тому что вам рассказывают нутрициологи и как это связано с печенью и процессом вывода токсинов из организма начнем немного с теории чтобы вы были в контексте того что я говорю в конце ролика пришло понимание что жиров на завтрак лучше избегать итак начнем с печени это один из самых важных органов в нашем теле и одна из ключевых ее ролей это метаболизм метаболизм это все что связано с переработкой пищей и превращение ее в энергии или строительные материалы для клеток основные клетки печени называются гепатоцитами и они выполняют несколько важнейших функций именно к ним мы проявим особый интерес ну во-первых гепатоциты отвечают за детоксикацию это то что мы называем детоксом это процесс нейтрализации токсинов и других вредных веществ которые попадают в наш организм с пищей через воздух кожу или даже в результате некоторых метаболических процессов по сути гепатоциты фильтруют кровь помогая нам избавляться от ненужного и вредного представьте что каждое утро ваша пища и начинает очищать организм от токсинов которые накопили за ночь во вторых гепатоциты активно участвуют в метаболизме основных питательных веществ это углеводы это белки и жиры они перерабатывают эти вещества зависимости от нужд организма ну например если вам нужно больше энергии гепатоциты могут преобразовать глюкозу гликоген для хранения а затем берут его снова в кровь когда это потребуется кроме того печень вырабатывает желчка это вещество которое помогает переваривать жиры расщепляет на более мелкие компоненты чтобы организм мог их усвоить но важно понимать что производство и выделение желчи это процесс который требует времени и ресурсов и наконец гепатоциты хранят питательные вещества такие как гликоген это форма хранения углеводов это витамины и минералы чтобы организм мог использовать их при необходимости а теперь давайте развернемся почему лучше избегать жиров на завтрак нового первые жиры перевариваются дольше и тяжелее для организма утром ваше тело еще как бы не полностью проснулась и метаболизм работает медленнее гепатоциты активно заняты процессом детоксикации а это перевод жирорастворимых форм токсинов водорастворимая что позволит эффективных утилизировать с мочой потом и желчью если вы начнете утро жирной пищи это может стать дополнительной нагрузкой на печень потому что ей потребуется больше усилий чтобы начать производить желчь а это сильно затормозит процессы детоксов во вторые жиры не дает быстрого энергетического подъема когда мы только просыпаемся организму нужны легкие и быстро усвояем углеводы чтобы обеспечить себя энергией для активного начала дня жиры же перевариваются медленно и могут вызвать ощущение тяжести и усталости именно по этой причине вы видите эти уставшие и недовольные лица по утрам возможно вы и сами чувствуете себя также перед работой это значит что вместо прилива сил вы можете почувствовать себя вялым и сонным после жирного завтрака кроме того есть исследование которое показывалось что утреннее потребление жиров может повышать уровень холестерина в крови и негативно сказывается на чувствительности к инсулину это особенно важно для тех кто следит за уровнем сахара крови и не страдает от метаболических заболеваний подведем итог завтрак должен быть легким старайтесь избегать жиров утренние часы чтобы не перегружать свою печень и дать организму необходимые ресурсы для бодрого начала дня попробуйте разнообразить свое утреннее блюдо углеводами а за 15-20 минут до завтрака выпивайте пару стаканов воды с лимоном и вы заметите как улучшится ваше самочувствие и уровень энергии всего через пару недель моем телеграм-канале в закрепленном комментарии вы найдете бесплатный гайд правильное утро в котором даны подробные инструкции как начинать свой день правильно ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании к этому видео спасибо что досмотрели видео до конца если вам понравилось не забываем ставить лайки подписываться на канал впереди еще много интересных тем до встречи в в следующем выпуске